Столько рыбы Васютка еще никогда не видела, и не просто какой-нибудь озерной рыбы, щуки там, сороги или оконя, окуня-коня, нет. По широким спинам и белым бокам он узнал пеляди, чиров, сигов. Это было удивительнее всего. В озере белая рыба. Васютка сдвинул свои густые брови, селясь что-то припомнит. Но в этот момент табун уток с виязей отвлек его от размышления. Он подождал, пока утки поравняются с мысом, выделил пару и выстрелил. Две нарядные с виязи опрокинулись кверху брюшками и часто-часто задвигали лапами. Еще одна утка, оттопырив крыло, боком уплывала от берега. Остальные сполошились. Шумом полетели на другую сторону озера. Минут десять над водой носились табуны перепуганных птиц. Пару подбитых уток мальчик достал длинной палкой, а третья успела уплыть далеко. Ладно, завтра достану, махнул рукой Васютка. Небо уж потемнело, в лес опускались сумерки. Середина озера напоминала сейчас раскаленную печку. Казалось, положи на гладкую поверхность воды ломтики картошки, они мигом испекутся. Запахнет горелым и вкусным. Васютка проглотил слюну. Еще раз поглядел на озеро, на кровянистое небо и с тревогой проговорил. Ветер завтра будет, а вдруг еще с дождем? Он ощипал уток, зарыл их в горячие угли костра, лег на пихтовые ветки и начал щелкать орехи. Заря догорало. В потемневшем небе стыли редкие неподвижные облака. Начали прорезаться звезды. Показался маленький, похожий на ноготок месяц. Стало светлее. Васютка вспомнил слова дедушки. Вызвездило к холоду. И на душе у него сделалось еще тревожнее. Чтобы отогнать худые мысли, Васютка старался думать сначала о доме, а потом ему вспомнилась школа, товарищи. Васютка дальше Енисея еще никогда не бывал и видел только один город. Игарку. А много ли в жизни хотелось узнать и увидеть Васютки? Много. Узнает ли, выберется ли из тайги. Затерялся в ней точно песчинка. А что теперь дома? Там за тайгой люди словно в другом мире. Смотрят кино. Едят хлеб. Может даже конфеты. Едят сколько угодно. В школе сейчас, наверное, готовятся встречать учеников. Над школьными дверями уже вывешен новый плакат, на котором крупно написано «Добро пожаловать». Совсем приуныл Васютка. Жалко ему самого себя стало. Начало донимать раскаяние. Не слушал, вот он на уроках и в перемену чуть не голове ходил всегда. Я покуривал тайком. В школу съезжаются ребята со всей округи. Тут и венки, и ненцы, и гананасаны. У них свои привычки. Бывало, достанет кто-нибудь из них на уроки трубку и без лишних рассуждений закурит. Особенно грешат этим малыши первоклассники. Они только что из тайги и никакой дисциплины не понимают. Станет учительница Ольга Федоровна толковать такому ученику насчет вредности курения. Он обижается. Трубку отберут. Ревет. Сам Васютка тоже покуривал и им табачок давал. Эх, сейчас бы Ольгу Федоровну увидеть, думал Васютка вслух. Весь бы табак вытряхнул. Устал Васютка за день, но сон не шел. Он подбросил в костер дров, снова лег на спину. Облака исчезли. Далекие и таинственные перемигивали звезды, словно звали куда-то. Вот одна из них ринулась вниз, прочертила темное небо и тут же растаяла. Погасала звездочка. Значит, жизнь чья-то оборвалась. Вспомнил Васютка слова дедушки. Совсем горько Васютке стало. Может быть, увидели ее наши, подумал он, натягивая на лицо телогрейку, и вскоре забылся беспокойным сном. Проснулся Васютка поздно, от холода, и не увидел ни озера, ни неба, ни кустов. Опять кругом был клейкий, неподвижный туман. Только слышались с озера громкие и частые шлепки. Это играла и кормилась рыба. Васютка встал, поежился, раскопал уток, раздул уголеки. Когда костер разгорелся, он погрел спину, потом отрезал кусочек хлеба, взял одну утку и принялся торопливо есть. Мысль, которая вчера вечером беспокоила Васютку, снова полезла в голову. Откуда в озере столько белой рыбы? Он не раз слышал от рыбаков, что в некоторых озерах будто бы водится белая рыба. Но озера эти должны быть или были когда-то проточными. А что если? Да, если озеро проточное, и из него вытекает река. Она в конце концов приведет его к Енисею. Нет, лучше не думать. Вчера вон обрадовался Енисей, Енисей, а увидел шиш болотный. Нет, уже лучше не думать. Покончив суткой, Васютка еще полежала у огня, пережидая, когда уляжется туман. Веки склеивались, но и сквозь тягучую унылую дремоту пробивалась. Откуда же взялась здесь? В озере речная рыба. Тут и нечистая сила, выругался Васютка. Привязалась, как банный лист. Откуда, откуда? Ну, может, птицы икру на лапах принесли. Ну, может, и мальков. Ну, может. А к лишакам всего. Васютка вскочил и, сердит от речи кустами, натыкаясь в тумане новолежины, начал пробираться вдоль берега. Вчерашней убитой утки на воде не обнаружил. Удивился и решил, что ее коршун утащил или съели водяные крысы. Васютке казалось, что в том месте, где смыкаются берега, и есть конец озера. Но он ошибся. Там был лишь перешеек. Когда туман растворился, перед мальчиком открылось большое, малозаросшее озеро. А то, возле которого он ночевал, было всего-навсего заливом, отголоском озера. Вот это да! Ахнул Васютка. Вот где рыбыще-то, наверное. Уж здесь не пришлось бы зря с сетями воду цедить. Выбраться бы, рассказать бы. И, подбадривая себя, он прибавил. А что? И выйду. Вот пойду. Пойду. И... Тут Васютка заметил небольшой комочек, плавающий у перешейка. Подошел ближе и увидел убитую утку. Он так и обомлил. Неужели моя? Как же ее принесло сюда? Мальчик быстро выломал палку и подгреб птицу к себе. Да, это была утка, свиясь, сокрашенной в вишневый цвет головкой. Моя? Моя? Волнение забармотал Васютка, бросая утку в мешок. Моя уточка? Его даже лихорадить начала. Раз ветра не было, а утку отнесло, значит, есть тягун. Озеро проточное. И радостно, и как-то боязно было верить в это. Торопливо переступая с кочки на кочку, через бурелом, густые ягодники, продирался Васютка. В одном месте почти из-под ног взметнулся здоровенный глухарь и сел неподалеку. Васютка показал ему кукиш. А этого не хочешь? Провалиться мне, если я еще свяжусь с вашим братом. Поднимался ветер. Качнулись, заскрипели, отжившие свой век сухие деревья. Над озером, заполошенной стаей, закружились поднятые с земли и сорванные с деревьев листья. Застонали гагары, вещая непогоду. Озеро подернулось морщинами. Тени на воде заколыхались. Облака прикрыли солнце. Вокруг стало хмуро, неуютно. Далеко впереди Васютка заметил уходящую вглубь тайги желтую борозду лиственного леса. Значит, там речка. От волнения у него пересохло в горле. Опять какая-нибудь кишка озерная. Мерещится и все. Засомневался Васютка. Однако пошел быстрее. Теперь он даже боялся остановиться, попить. Что если наклонится к воде, поднимет голову и не увидит впереди яркой бороздки? Пробежался километр по едва приметному бережку, заросшему камышом, осокой и мелким кустарником. Васютка остановился и перевел дух. Заросли сошли на нет, а вместо них появились высокие обрывистые берега. Вот она, речка. Теперь уж без обмана, обрадовался Васютка. Правда, он понимал, что речушки могут впадать не только в Венесей, но и в какое-нибудь другое озеро. Но он не хотел про это думать. Речка, которую он так долго искал, должна привести его к Енисею. Иначе он обессилит и пропадет. Вот с чего-то уже точнит. Чтобы заглушить тошноту, Васютка на ходу срывал гроздья красной смородины, совал их в рот вместе со стебельками. Рот сводила от кислятины и щипала язык, расцарапанный ореховой скорлупой. Пошел дождь. Сначала капли были крупные, редкие, потом загустело кругом. Полилось. Полилось. Васютка приметил пихту, широко разросшуюся среди мелкого осинника, и залег под ней. Не было ни желания, ни сил шевелиться, разводить огонь. Хотелось есть и спать. Он отковырнул маленький кусочек от черствой горбушки и, чтобы продлить удовольствие, не проглотил его сразу, а начал сосать. Есть захотелось еще сильнее. Васютка выхватил краюшку из мешка, вцепился в нее зубами и, плохо разжевывая, съел всю. Дождь не унимался. От сильных порывов ветра качалась пихта, стряхивая за воротник Васютки холодные капли воды. Они ползли по спине. Васютка скорчился, втянул голову в плечи. Веки его сами собой начали смыкаться, будто повесили на них тяжелое грузило, какие привязывают к рыболовным сетям. Когда он очнулся, на лес уже спускалась темнота, смешанная с дождем. Было все так же тоскливо. Сделалось еще холоднее. Ну и зарядило каянной. Обругал Васютка дождь. Он засунул руки в рукава, прижался плотнее к стволу пихты и снова забылся тяжелым сном. На рассвете Васютка, стуча зубами от холода, вылез из-под пихты, подышал на озябшие руки и принялся искать сухие дрова. Осинник за ночь разделся почти до нога, будто тоненькие пластики свеклы. На земле лежали темно-красные листья. Вода в речке заметно прибыла. Лесная жизнь примолкла. Даже кедровки и тени поддавали голоса. Расправив полы ватника, Васютка защитила от ветра кучу веток и лоскутков бересты. Спичек осталось четыре штуки. Не дыша, он щиркнул спичку о коробок. Дал огоньку разгореться между ладонями и поднес к бересте. Она стала корчиться, свернулась в трубочку и занялась. Потянулся хвостик черного дыма. Сучки, шипя и потрескивая, разгорелись. Васютка снял прохудившиеся сапоги, размотал грязные портянки. Ноги издрябли, сморщились от сырости. Он погрел их, высушил сапоги и портянки, оторвал от кольцов тесенки и подвязал ими державшуюся на трех гвоздях подошву правого сапога. Греясь возле костра, Васютка неожиданно уловил что-то похожее на комаринный писк и замер. Через секунду звук повторился вначале протяжно, потом несколько раз коротко. Гудок догадался Васютка. Пароход гудит. Но почему же он слышится оттуда, с озера? А, понятно. Мальчик знал эти фокусы тайги. Гудок всегда откликается на ближнем водоеме. Но гудит-то пароход на Енисея. В этом Васютка был уверен. Скорей, скорее бежать туда. Он так заторопился, будто у него был билет на этот самый пароход. В полдень Васютка поднял с реки табун гусей, ударил по ним картечью и выбил двух. Он спешил, поэтому зажарил одного гуся на вертеле, а не в ямке, как это делалось раньше. Осталось две спички. Кончались и Васюткины силы. Хотелось лечь и не двигаться. Он мог бы отойти метров на 200-300 от речки. Там, по редколесью, было куда легче пробираться. Но он боялся потерять речку из виду. Мальчик брел, почти падая от усталости. Неожиданно лес раступился. Открыл перед Васюткой отлоги берег Енисея. Мальчик застыл. У него даже дух захватило. Так красиво, так широка была его родная река. А раньше она ему почему-то казалась обыкновенной и не очень приветливой. Он бросился вперед, упал на край берега и жадными глотками стал хватать воду, шлепать по ней руками, окунать в нее лицо. Енисеюшка, славный, хороший, шмыгал Васютка носом и размазывал грязным пропавшим дымом рукавом слезы по лицу. От радости Васютка совсем очумел, принялся прыгать, подбрасывать горстями песок. С берега поднялись стаи белых чаек и с недовольными криками закружились над рекой. Так же нежиданно Васютка очнулся, перестал шуметь и даже несколько смутился, оглядываясь вокруг. Но никого нигде не было. И он стал решать, куда идти, вверх или вниз по Енисею. Место было незнакомое. Мальчик так ничего и не придумал. Обидно, конечно, может быть, дом близко, в нем мать, дедушка, отец, еды, сколько хочешь, а тут сиди и жди, пока кто-нибудь поплывет. А плавают в низовьях Енисея нечасто. Васютка смотрит то вверх, то вниз по реке. Тянутся берега навстречу друг другу. Хотят сомкнуться и теряются в просторе. Вон там, в верховьях реки, появился дымок, маленький, будто от папиросы. Дымок становится все больше и больше. Вот уже под ним обозначилась темная точка, идет пароход. Долго еще ждать его. Чтобы как-нибудь скоротать время, Васютка решил умыться. Из воды на него глянул парнишка с заострившимися скулами. От дыма и грязи... КОНЕЦ Продолжение следует...